Факт про копибар номер 1 Копибары живут группами по 10 особей Факт про копибар номер 2 Копибары питаются растениями Факт про копибар номер 3 Самая большая копибара весила 60 килограмм и достигала в длину полтора метра Факт про копибар номер 4 Копибары сумеречные животные Факт про копибар номер 5 У копибар уникальные вокальные данные Факт про копибар номер 6 Копибары могут весить как человек Факт про копибар номер 7 Копибары могут спать в воде Факт про копибар номер 8 Капибары могут развивать скорость до 35 км в час. Факт про капибар номер 9. Внешне капибара напоминает гигантскую большеголовую морскую свинку. Факт про капибар номер 10. Капибары способны нырять и задерживать дыхание почти на 5 минут. Факт про капибар номер 11. В природе капибары живут от 6 до 10 лет. А в неволе от 10 до 12. Факт про капибар номер 12. На мертвом языке тупи, родственном языку индейцев гуарани, капибара буквально означает поедатель тонкой травы, а в переводе с индийского повелитель травы. Факт про капибар номер 13. Капибары обитают в Южной Америке, от Венесуэлы до Аргентины. Факт про капибар номер 14. Капибары обладают невероятной адаптацией к водной среде. Факт про капибар номер 15. Капибара непременно понравится тем, кто когда-либо держал или держит морскую свинку у себя дома. Факт про капибар номер 16. Умиротворенный и невозмутимый внешний вид капибар создает ощущение об их вечной задумчивости. Факт про капибар номер 17. Капибары – травоядные животные, им требуется диета с высоким содержанием клетчатки. Их следует кормить смесью сена, свежих овощей и коммерческого корма для водосвенки. Важно избегать кормления их продуктами с высоким содержанием сахара, соли или жира. Капибарам также требуется постоянный доступ к пресной воде, так как им нужно регулярно пить и плавать. Факт про капибар номер 18. Капибары по праву признаны самыми дружелюбными животными, которые обитают возле пресных водоемов Южной Америки. Факт про капибар номер 19. Согласно исследованию ученых, капибары умеют отличать, когда другие звери хотят их съесть, а когда нет. Факт про капибар номер 20. Одна самка рожает в среднем 8 детенышей. Факт про капибар номер 21. Научное название «хидрачурас хидрачерис» переводится как «водяная свинья». Факт про капибар номер 22. В стаю капибар выработана социальная иерархия, строгая система доминирования и подчинения. Вне этой системы только детеныши. Факт про капибар номер 23. Капибара прекрасно плавает и ныряет в высокое расположение на голове глаз, ушей и ноздрёй позволяет ей при плавании держать их над водой. Факт про капибар номер 24. Капибар можно обучить выполнять простые команды. Например, приучить к туалету словно кошек, только в качестве лотка используется таз с водой. Факт про капибар номер 25. У животных с жёсткой шерсти совсем нет подшёрстка, поэтому они совсем не пахнут. Факт про капибар номер 26. Питаются капибары преимущественно травой, водорослями, корой деревьев, которые добывают в воде. Иногда не прочь полакомиться овощами и фруктами. Факт про капибар номер 27. Все свинковые любят цитрусовые, потому что у них не вырабатывается витаминс, для них он не только вкусен, но и полезен. Факт про капибар номер 28. Грызуны обычно активны днём, но если их часто беспокоят люди и хищники, то переходят на ночной образ жизни. Факт про капибар номер 29. Капибары достигают размеров небольшого синбернара. Факт про капибар номер 30. Капибары чаще всего активны на рассвете и в сумерках. Факт про капибар номер 31. Капибары созданы для того, чтобы процветать в воде. Факт про капибар номер 32. В отличие от большинства животных, капибары могут получать солнечные ожоги. Факт про капибар номер 33. Детёныши капибар не умеют плавать. Факт про капибар номер 34. Эти ребята не могут жить без воды. Ведь это единственное место, где они могут спрятаться или спокойно отдохнуть. Этот образ жизни не мог не отразиться на внешнем виде капибар. Именно поэтому у них перепончатые лапы, а глаза, уши и ноздри расположены на макушке. Да-да, как у бегемотов. А ещё капибары в случае опасности могут прятаться под водой до 5 минут. Факт про капибар номер 35. Капибары невероятно разборчивы в еде. Факт про капибар номер 36. Как капибарам удается выживать только на травяной диете? Благодаря особым приспособлениям к пищеварению, капибары способны извлекать невероятное количество питательных веществ из своего рациона на основе травы. Факт про капибар номер 37. Сообщества капибар увеличиваются и уменьшаются в течение года. Факт про капибар номер 38. Анаконды – лишь одно из животных, которые находят капибар милыми и вкусными. Факт про капибар номер 39. Чаще всего в группах капибар преобладают самки, но ими руководит альфа-самец. Факт про капибар номер 40. Несколько групп капибар могут проживать на одном домашнем участке. Факт про капибар номер 41. У беременных капибар типичный период беременности составляет 120 дней. Факт про капибар номер 42. Лай и запахи составляют основу общения капибар. Факт про капибар номер 43. Самые дружелюбные животные. Предпочитают спокойную жизнь в стае. Доверчивые, легко идут на контакт с другими животными. Факт про капибар номер 44. Каждый день взрослой особи нужно съедать как минимум 3,5 килограмма травы, чтобы почувствовать сытость. Факт про капибар номер 45. Плохо переваривают пищу. В плане приема пищи чем-то напоминают коров. Они отрыгивают траву и снова начинают пережевывать ее. Факт про капибар номер 46. Капибары – социальные животные, живущие группами по 10-20 особей на площади от 1 до 10 гектаров. Факт про капибар номер 47. Самцы и самки капибар маркируют территорию секретом прианальных желез. Самцы также метят секретом железы под названием морилья. Находятся на морде. Кроме того, территорию животные метят точно так же, как и собаки. Факт про капибар номер 48. Чем засушливее местность, тем крупнее группы. В засуху вокруг водоемов иногда скапливается до нескольких сотен особей. Факт про капибар номер 49. Зубов 20. Каждый резец у взрослой особи может достигать до 7 сантиметров. Факт про капибар номер 50. Капибара может издавать 10-15 звуков, слышимых человеку. Речь капибар содержит ультра- и инфразвук. Факт про капибар номер 51. Если капибара недовольна чем-то, то она издает звуки, похожие на тявканье, но гораздо тише, чем у собак. Факт про капибар номер 52. При помощи тявканье эти животные предупреждают остальных членов группы об опасности. Факт про капибар номер 53. Каждая капибара родилась в день своего рождения. Факт про капибар номер 54. Когда капибара кормят детенышей молоком, то она сжимает ноздри так, что начинает издавать звуки, похожие на кошачье мурлыканье. Факт про капибар номер 55. Самое первое документальное упоминание о капибаре было найдено в дневниках Христофора Колумба и датируется 1500 годом. Факт про капибар номер 56. В момент рывка или опасности может разогнаться до 45-50 км в час. Факт про капибар номер 57. Капибары могут размножаться круглый год, хотя спаривание обычно происходит в начале дождливого сезона. Факт про капибар номер 58. Большинство родов приходится на сентябрь-ноябрь и происходят на земле, а не в укрытиях. Факт про капибар номер 59. Детеныши рождаются с шерстью, открытыми глазами и прорезавшимися зубами. Новорожденные весят около 1,5 кг. Факт про капибар номер 60. Вскоре после рождения детеныши уже могут следовать за матерью и питаться травой. Факт про капибар номер 61. Молочное вскармливание продолжается до 3-4 месяцев. Факт про капибар номер 62. Все самки в группе ухаживают за новорожденными. Факт про капибар номер 63. Взрослыми капибары становятся в возрасте 15-18 месяцев, достигнув массы 30-40 кг. Факт про капибар номер 64. Основными природными врагами капибары являются в воде кайманы, на суше ягуары. На детенышей капибар охотятся хищные птицы, гриф урубу, а также одичавшие собаки. Факт про капибар номер 65. Обезьяны, птицы и другие мелкие грызуны могут забираться на спину к капибаре и находиться там некоторое время. Факт про капибар номер 66. Капибары могут даже встречаться в горах до высоты 1300 метров над уровнем моря. Факт про капибар номер 67. В 1991 году карликовую разновидность капибары, малую водосвинку, признали отдельным видом. Факт про капибар номер 68. По легенде, в 16 веке католическая церковь отнесла капибару к рыбе, что позволило есть их мясо как постный продукт. Факт про капибар номер 69. В Южной Америке довольно распространено их содержание в качестве домашних питомцев. Капибары чистоплотны, спокойны, дружелюбны, любят ласку, хорошо уживаются с другими животными и охотно идут на контакт с человеком. Факт про капибар номер 70. Биопарк Нагасаки в Японии даже называют святой землей капибар. Представляет собой огромный контактный зоопарк. Здесь капибар можно погладить и даже покормить с рук. Факт про капибар номер 71. В японском зоопарке Изу Шаботин для капибар организовали ванны с водой из горячих источников с добавлением юдзу, фрукты из цитрусовых. Такая традиция сохраняется уже на протяжении 38 лет. Факт про капибар номер 72. Любимое всеми животное стало частью культуры аниме. Впервые персонаж капибара Сан появился в одной из аркад в 2003 году. В Японии капибара Сан не менее популярен, чем Халлокити. Факт про капибар номер 73. В московском зоопарке живет пара капибар. Малая, которая родилась уже в Москве, и Кузьма, прибывший из Новосибирского зоопарка. Интересно, но после рождения в семье капибар остаются, как правило, самки. Самцы живоизбежания конфликтов с отцом уходят на новые территории. Факт про капибар номер 74. 10 июля в мире отмечается День любви к этому крупнейшему в мире грызуну. Капибара является единственным грызуном на планете, который имеет такой большой размер. Несмотря на такие крупные габариты, это милейшие создания, очень кроткие, общительные, добродушные и ласковые. Прирученные капибары становятся самыми верными и настоящими друзьями. Невозможно не улыбнуться, глядя на этих грызунов. Забавный и невозмутимый вид капибар поднимает настроение. А сам зверек стал героем многочисленных мемов. Факт про капибар номер 75. Капибары обитают в болотах, реках и водоемах. Факт про капибар номер 76. Птицы могут использовать капибар как платформы для наблюдения за добычей. Факт про капибар номер 77. Их зубы всегда растут, чтобы компенсировать истираемость отживания растений. Факт про капибар номер 78. Взрослые капибары помогают присматривать за детенышами. Факт про капибар номер 79. Они часто жуют кости, чтобы получить кальций. Факт про капибар номер 80. Они могут терпеть укусы комаров, но обычно выходят в воду, чтобы избежать их. Факт про капибар номер 81. Капибары обладают отличным обонянием, помогающим им обнаруживать хищников. Факт про капибар номер 82. Их длинные ноги и плавательные перепонки делают их идеальными для водной жизни. Факт про капибар номер 83. Капибары несут на себе водоросли, чтобы сбивать паразитов и охлаждаться. Факт про капибар номер 84. Их шерсть помогает сохранять тепло в воде. Факт про капибар номер 85. Капибары пользуются песчаной ванной для очищения шерсти. Факт про капибар номер 86. Они важны для биоразнообразия своих мест обитания. Факт про капибар номер 87. В некоторых культурах их даже считают символом общности и дружбы. Факт про капибар номер 88. Капибары способствуют распространению семян растений в своих экосистемах. Факт про капибар номер 89. Группа капибар может состоять из 100 особей. Факт про капибар номер 90. Их шерсть способствует поддержанию водоотталкивающего слоя. Факт про капибар номер 91. Капибары могут питаться даже яблоками и грушами. Факт про капибар номер 92. Они помогают контролировать рост растений в своих местах обитания. Факт про капибар номер 93. Влажные условия являются ключевыми для их жизни и размножения. Факт про капибар номер 94. Капибары могут медленно передвигаться на суше, но ловко в воде. Факт про капибар номер 95. Они едят траву, кору, листья и другие растения. Факт про капибар номер 96. Капибары могут сосуществовать с другими животными, такими как утки и птицы. Факт про капибар номер 97. У них есть встроенный механизм поплавка для поддержания плавучести в воде. Факт про капибар номер 98. У капибар есть свой праздник – День водных свинок, который отмечается в Венесуэле. Факт про капибар номер 99. В их рационе преобладает пища с высоким содержанием волокон. Факт про капибар номер 100. Их зубы могут подрастать на 3 – 3,5 см в месяц.